И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька и я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен, наконец-таки, долгожданному обзору Теслы. Все ошибки разработчики пофиксили, как я и предугадал. Эта ошибка была связана, ну вернее, не выход самого полноценного уикенда с тем, что были какие-то определенные недоработки с Теслой, которые появились в последний момент. Ну и, на мое удивление, все ошибки, во-первых, пофиксились, во-вторых, были выкачаны посты, даже примерно в то время, как я записывал видос. Можно было, конечно, сделать это все пораньше, но, благо, хотя бы это было сделано и даже была сделана компенсация в виде одного ультраконтейнера. Поэтому здесь я могу, ну, в какой-то степени, наверное, респектануть, сказать, что хотя бы, ну, ребята стараются. И сегодня полноценно уже затестировать Теслочку. Конечно, я хотел все это дело сделать с утреца, но с утреца не получилось. Но вот такая вот пушечка на моем спецаккаунтике уже появляется. Можно ее вот так вот рассмотреть. В принципе, интересно довольно-таки выглядит. Краску я тоже подобрал довольно-таки удачную. Тестить будем, я думаю, что все это дело на викинге с бустером. Я, в свою очередь, еще ни разу не катал на этом вооружении. Да, я не катал на Теслочке. Поэтому будет очень интересно посмотреть, как она себя покажет. Будет она нагибать, не будет нагибать. Если будет нагибать, то насколько жестко будет нагибать. Но такие вот всякие прибамбасы, приколдесы у этой пушечки у нас есть. Поэтому отправляемся в бой. Что касаемо боев, то я думаю, что выберем сегодня контроль точек. И второй режимчик. Пускай будет у нас... ТДМочка дефолтная. То есть, это два режима, которые я больше всего люблю на тесты. Ну и посмотрим, что покажет из себя данная замечательная пушечка. Выпускаем какой-то шарик. Или что, или как это делается, я не знаю. Она что-то как-то... Не понимаю только как... А как шар выпустить? Как шар выпускается? Как шар выпускается? Я зажал кнопку, и там просто какой-то снаряд летит. А как пустить шар? Как второй режим сделать? Наверное, надо просто кнопку отжать. Наверное, вот так надо сделать, да? А, да, во, шар полетел. Просто отжимаешь, летит шарик. А теперь через него можно, да, как-то... Как-то работать, да, через него? А, я понял. И он как-то взорвался. А, он взорвался от своего тиммейта. Все, я понял. Я понял принцип работы. Хорошо, есть режим ближнебоя. Вот такой вот. По две тысячи. Очень не кислый. Сразу по нескольким танкам? Офигеть, это что такое? Это что, можно сразу... Просто несколько типов уничтожать? Жесть. Так это, подожди, а если мы в осаду пойдем? А если мы пойдем в осадочку? Так, подождите, а мы можем запустить, значит, шар, например, в центр. Правильно? Мы запускаем шар в центр. Даем вот такого контенту. Вот такого контенту даем. Один контент полетел. Сейчас мы добавку на этот контент даем еще один контент. Два контента уже летит. И сейчас мы на этот двойной контент даем еще третий контент. И тройной контент у нас летит. У нас летит тройной контент. И посмотрим, что он робот. Так, 2700, 2900. Он слился об этот танк или он полетел дальше? Походу он слился, да? То есть, а если я, например, даю эту темочку вот так? Вот так даю эту темочку. И теперь от нее... О-о-о-о! О-о-о! Через нее можно еще давать. Нормал дэнс, нормал дэнс, нормал дэнс. Так, а если мы сейчас подъедем и просто попробуем вот этих двух молодых чебуреков? Так, через нее, через нее, через нее, через нее, через нее, через нее, через нее. Контенту через нее. Блин, не получилось что-то сейчас реализовать. Довольно непривычная просто сама пушка. И видно, что противники сразу акцентируют очень сильно внимание на нее Главное понять принцип ее работы Так, я запустил одну контентовую тему А интересно, как будет реализовываться овердрайв Запустил вторую контентовую темочку Так, и теперь мы попробуем сейчас выпустить еще один контентовый шарик И теперь попробуем от него уже дать Через него, через него, через него Тут можно по танку Потом там от него что-то тоже пошло Но здесь на ближней дистанции можно вот так вот чпокать, да, получается А с овердрайвом? Овердрайв что дает? Что дает овердрайв? А, он просто дает повышенный урон, да? Он просто дает повышенный урон, я понял То есть по сути от овердрайва особо никакого смысла нет Урон очень большой Очень большой урон И если просто сближаться с оппонентом И постоянно накидывать обычными выстрелами То получается Пушка надамаживает, дай бог, каждому Плюс от нее резиста нету И понятное дело Что за счет этого Она себя может очень эффективно и грамотно показывать Нам надо какую-то небольшую карту Небольшую карту Можно попробовать в осаде вообще все это дело Потестить, посмотреть Как она будет себя показывать Очень непонятно для меня Как шар запускается, да? То есть и у шара урон такой же самый Как у обычных выстрелов, да? То есть Я вот еще не понимаю Как можно через эти шары А, вот такую, да? Накидку Вот такую можно накидочку, да? Давать Но она как-то непонятно работает И тогда А, лучше все равно, видите? Он на большое расстояние он не работает По 2200, да? По 1300 Накидочка Очень быстро уничтожается оппонент Очень быстро Очень быстро Очень И вот видите У вас всегда есть баллон То есть вы С вечным баллоном просто накидываете То есть если вы будете жить на вражеском респе Вы просто представьте Сколько вы можете дать киллов Если вы живете на вражеском респе И у вас постоянно Есть возможность Полноценной накидки То есть если у вас, например Жига какая-нибудь Да? Ну, которая по факту является Самой Больше наносящей пушкой в игре, да? То есть у нее есть кулдаун Здесь У этой темы кулдауна нет Ой, ё-моё Это через еще тиммейтов Через Через все можно вот так Накидочку такую оформлять Жесткую Я просто зажал пробел И просто накидываю урон Офигеть Офигеть 21 килл Я еще При том, что досрочка Еще и пол боя Понимал, как это работает Осадочку Осадочку Это походу лютая имба Это походу лютейшая имба Которая разваливает вообще Все дешевые кабины И не только дешевые Пробуем в осаде Смотрим Смотрим Если противник сейчас будет кучковаться Это будет небольшая карта Это будет идеальный расклад Но бойничка Конечно не лучшая карта Для Такой вот Пушечки Но посмотрим сейчас Что у нас с куполом Лаксерва Что у нас будет с куполом С куполом урон будет проходить Дополнительный Или не будет На куполе Ой, пробитие дают Хорошо Да, и по всем танкам Сразу идет урон А если я еще шар опущу Запустил шар И через шар Через шар на кирпу О, ё-моё Это жесть Это жесть Она дает сплэш Сплэш И Дополней Это короче Это очень дикая темочка Я так понял Это очень жестко И здесь можно еще через тиммейтов Давать Получается Вот так, да А, нет, подождите Как можно давать Ну, через оппонента Я понял, что проходит А через тиммейтов Если я так же сам Будем накидывать По нескольким сразу Будет идти Или не будет идти По нескольким сразу Которые близко Друг к другу находятся Еще критический урон Есть у этой Этой машины Это жесть Ребята Это жесть Это Лютейшая имба Походу Пока она В открытом доступе Из нее сделали Просто убийцу Какую-то нереально Дикую Ну, смотрите Ну, просто По 4000 я еду И по 4000 Два Три Типа Четыре Типа Овердрайва Даю Сверху Да, то есть Ну, это просто Габелла Какая-то Ну, шо она робот Смотрите Оп 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 Ну, это даже С какой-то стороны Смешно Как столько урона Наносит Офигеть Жесть Жесть Просто жесть Сколько демеджа Вкидывает эта тема Это очень много Я для себя понимаю Что это Очень много То есть Здесь Идея Самого этого шарика Она абсолютно Не нужна Она абсолютно Не нужна Вы просто Газуете На плюс W И вот так Вот кидаете Демедж Просто кидаете Демедж Просто кидаете Дамаг Это Габела 18 киллов Я пикнулся В начатую катку А что будет Если я попаду В нулевую катку И Там будет Довольно Маленькая карта Сколько киллов Можно дать На этой пушке 30 40 Может 50 Сейчас пропадет Купол А, можно даже Через это дать Кто-то пробитие Наносит Смотрите По скольким Противникам Сразу наносится урон То есть Всех противников Сразу Одновременно Можно цеплять И по всем Сразу Цепочкой Будет Разноситься урон Да, у вас На каждого Получается Противника Урона Будет В целом Меньше Но вы Наносите Одновременно По всем Оппонентам Сразу урон То есть Вот, например Вот так вот Влетаете И начинаете Надамаживать Просто всех Сразу Критом Жесть Это что Было сейчас Овердрайв Не успел Офигеть Этого вооружения От этого Ну то есть Никто не покупает Резист Это Габалье Только вот Я не понимаю Почему Викингу Нет Никакого Дополнительного Бонуса Викингу Бы еще Какой-нибудь Дополнительный Бонус Но я Наверное Уже Зажрался 30 киллов В начатой Катке В осаде 30 киллов Вы понимаете Что такое 30 киллов В начатой Катке В осаде Я думаю Что нам Надо тестануть Еще один Бой И Убедиться В том Что это Лютейшая Имба Просто убедиться В том Что это Лютейшая Имба 28 киллов Я в начатой Катке Запикался И Дал На бойне На бойне На бойне Ладно Стадион Это не самый лучший Варик Попробуем Пикнуть Я хочу просто Понять Сколько можно Дать киллов На средней карте Если на средней Карте На этой пушке Можно давать Больше 40 То это просто Имб Пища лютая Прям вообще Лютейшая Имбища И у меня Тогда Опа Плато Тогда у меня Просто Встанет вопрос Зачем Делать Настолько Жесткую Имбу Бывают Пушки делают Не жесткие А бывают Делают Вот такие Вот Сейчас мы Посмотрим Сколько Мы можем Дать Илов С такой Пушкой Это просто Жесть Я за Одну Секунду Троих Просто Уничтожил Просто За одну Секу На верх Низах Еще Тоже Работает Вот так Вот работает Нет Так Не работает Я уже Думал Еще Дополнительно На верх Низе Работает Еще Дополнительно Через Верх Низ Работал Это Вообще Габала Ну Ну да Вот Видите Если Вас Никто Не Респит То Вы Уничтожаете Просто Всех И Все Шар запустился Который Я даже Не хотел Пускать Сам Запустился Через Тиммейта Можно Накидывать Тоже Дэмэдж Дополнительный Шары Только Это непонятно Как-то Запускаются Как-то Очень Непонятно 7 Киллов 7 Киллов За Одну Минуту Оппонент Еще Даже Особо Не Респился Я Могу Просто Соло Контролировать Точки Это Жесть Вы Видели Только Что Что Было Три Противника Просто За Одну Секунду Улетело Это Просто Жесть Это Жесть Это До Свидания Я В шоке Молодые Люди Офигеть Можно В этот Шар Кидать Смотрите Намажешь В шар Просто И Через Него Дэмэдж Идет По Противнику Две Минуты 18 17 Киллов Две Минуты Жесть Это Просто Жесть Это Жесть Это Жесть Это Это Просто До Свидания Она Уносит Все Что Движется Вот Вы Представьте Что Будет Если Это Будет Недосрочка Если Это Будет Обычный Бой За Две С Половиной Минуты Я Дал 19 Киллов То есть 5 Минут Это 40 Ну Короче 50 Киллов С ним Можно Дать 50 Киллов В Обычной Матчмейкинговой Катке Это Просто Нереально Жесткая Тема Я думаю Что Мне Надо Будет Истануть Ее В Джиггернауте Посмотреть Что Будет Творить Эта Тема С С Ним Но Пока Это Наверное Самая Имбовая Была Новая В Игре Когда То У нас Вводили Молота Потом Страйкера Магнума Но Тесла Это Прям Перебор Мне Кажется Она Прям Очень Жестко Уничтожает И Насколько Будет Первое Время Больно Потому Что Резов От Нее Нет Возможно Против Резиста Она И Не Будет Себя Так Жестко Показывать Но По Безрезу С Ней Можно Давать За Скорость И Оперативность Я думаю Что На Ютубчике Вряд ли Еще Какие-то Обзоры По Этой Пушке Вышли С Основных Серверов Ну И Также Прожимайте Лайки Подписывайтесь На Канал Нажимайте На Колокольчик Дабы Ничего Не Пропускать Ну А С В В Мистер Ванька Всем Друзья Спасибо За Просмотр Всем Удачи И Всем Пока